Добрый день, дорогие друзья! И в эфире, как обычно, лучший канал на просторах всего Ютуба, путешествия и не только. И у нас с вами новое турне. Мы с вами находимся в Барановичах, в самом крупном железнодорожном музее в Беларуси, наряду с еще одним городом Порше. У нас еще будет... Мы поедем потом в Пинск, но сначала мы с вами находимся в Барановичах. Сегодня мы посмотрим еще один музей железнодорожной техники, который также был у нас в Бресте, и такой же есть в Барановичах. Говорят, он даже здесь покруче. А потом мы с вами еще посмотрим весь его город, потому что город очень большой. Поехали! Ну вот мы с вами и пришли в музей железнодорожной техники, которая находится совсем недалеко от станции Барановича-Полески. Сейчас мы посмотрели здесь все. Здесь, говорят, даже немножко экспозиция получше, чем в Бресте. Здесь есть множество количества и паровозов, и тепловозов, и других сооружений, которые использовались или используются теперь на железной дороге. Поехали! Ну что ж, вот мы с вами попали в музей железнодорожной техники. И даже здесь можно прокататься на дрезинке. Вот на этой дрезинке мы сейчас с вами прокатимся. На ней можно прокататься так, ну метров 50, ну 100, так вот до конца, до этих вот рельс. Ну что, я впервые поеду на дрезинке. Подождите, куда накатиться? Ага, вот, все. Вот так вот вы дергаете за рычаг и едете. Так вот, в принципе, и передвигались люди в 19-20 веке. На самом деле, это очень кропотливое занятие. Ну и также тут есть тормоз. Также есть тормоз, чтобы остановиться и переключиться на... Если ты хочешь поехать, например, назад. Что мы, собственно, сейчас и сделаем. Все, я вот, видите, поехал назад. Так же, возле этой дрезинки есть вот такие весы, которые были еще, как видите, царских времен. Потому что, видите, тут всякие еще твердые знаки вот на конце слов. Честно говоря, особо я не знаю, как ими пользоваться. Тут как-то так надо передвигать этот... Ну, в общем, в основном, такими частями только медики пользуются. Ну, конечно, дрезинка это лучший аттракцион. Переходите сюда и катайтесь с 9 до 6. Ну что, пойдем сначала от запада, от кассы. Пойдем на более современные тепловозы, электровозы. Вот, например, вагон, советский вагон. К сожалению, как бы есть платформа, но к нему, к сожалению, не войдешь. Потому что он закрыт. Сейчас посмотрим табличку. Пассажирский вагон. Ну, не пишут, какого года. Но, видите, подготовлен вагоном депо Волковыска в 98-м году. Очень жалко, не написано, какой год постройки. А, наверное, вот сюда можно зайти. Точно! Вот же здесь вход, и мы сейчас в него зайдем. Замечательно. Ну, а рядом, кстати, в музее железнодорожной техники ходят и нормальные, современные составы. Вот, например, идет у нас какой-то грузовой поиск. И, скорее всего, это десяточка идет. Сейчас посмотрим, какая. Не, не видно из-за этого вагона. Ну что, давайте зайдем в этот вагон. Советский пассажирский вагон. Интересно, это что? Это купе или плацкарт? Что-то не открывается. Не открывается что-то сейчас. Подождите. Да, к сожалению, закрыто. И, к сожалению, ничего не смогу поделать. А там, видите, как? Не, ну должно быть. Там железная дорога, как бы, миниатюре. Там, вот, видите, показана станция Барановича-Полесский и сама железная дорога. Представлен также у нас бульдозер на рельсах. Посмотрим его табличку. ДЭТ-250М. Кстати, восстановлен только в этом году. Ну, вот жалко, не пишут. Ага, вот, построено в 1982 году. Потому что на вагоне, как видите, не было написано, какого он года постройки. А это ВПМ-600. Это выправочно-подбивочная машина. То есть, она предназначена для выправки путей. То есть, например, когда ложат новые пути рельс, они бывают где-то какие-то прогибы. Она просто вот идет, и вот так вот, можно так сказать, так вот делает, так и выправляет, чтобы пути стали более ровными. Ну, а также это, где этот находится под мостом, по-моему, улица... Как она называлась-то? А, улица Тельмана, это там находится, над ней. Дальше идем, смотрим. На самом деле, ну, отличается, конечно, композиция, чем в Бресте. Если вы хотите сравнить, то подсказка, естественно, будет. Электрический дизель-кран. ГДР-овский, кстати, Лейпциге построен. Кстати, хочу вам сказать, что про музей жизнедорожной техники в Бресте оно неплохо собрал. Это четвертое по популярности видео на нашем канале. Комплексное устройство. А, это для снабжения паровозов водой. Такая была раньше штуковина. Кстати, смотрите, она тоже немецкая. Гамбург, 1915 год. Ну, а это снегоочиститель. Достаточно древний. Может, какого года постройки сейчас посмотрим. Да, 45-го года постройки. 75 лет как-никак. Ну, что, дорогие друзья, если вам понравилось, то давайте продолжим осмотр железнодорожной экспозиции в Барановичах. Я думаю, здесь она немножко получше, чем приедете. Но там, знаете, как-то больше как бы организовано в плане там есть и экспозиции, также железнодороги менять в Тюре. Также есть и там кафе, и где можно там отдохнуть. Но здесь пока я такого не вижу. Здесь, наверное, скорее всего нет. Но в плане экспозиции, мне кажется, здесь немножко получше. Ну, что ж, вот и тот самый дизель-поезд DR1, который раньше стоял в Бресте, а теперь его перевезли в Барановичи. Если вы помните, мы были там в 2018 году, и его уже не было. DR1-35. И смотрите, опять в него нельзя зайти. Вот давайте посмотрим, открыты ли эти. Вот можно ли как-то так аварийно открыть. Нет, наверное, скорее всего. Так не откроешь просто так дверь. А там вообще замок стоит. 1970-го года постройки DR-35. А вот мы видим еще один снегочиститель, только он уже по современению. Ну, табличка, скорее всего, с той стороны. Надо будет вернуться. А вот и ТЭП-60, который последний в Беларуси списали в марте, по-моему, или в феврале этого года в Витебске. Вот. Какого-то он... С 70-го года тоже постройки, как и ТЭДРК. И ТЭП-3. 7590. Да, наверное, можно зайти, если есть туда лесенка. И тоже в него не зайдешь. Там даже, по ходу, какой-то ремонт сделают. Тут, что какие-то краски валяются. Стандартная Машка стоит. М-62, которых еще полно. Им полно у нас в Беларуси. Луганские сделаны. Тоже в 70-м году. Всем, получается, этим тепловозом и дизель ДР-1 по 50 лет. 100 км в час всего лишь он может развить скорость. Не так уж, что и много. Также дальше представлены маневровые уже локомотивы. ТГМ-1 483 и ТГК 5988. Также вот это вагон для электроснабжения. Но он тоже закрыт, видите, замочек. По-моему, если не ошибаюсь, охранник и кассир тут говорил, что можно зайти только в какой-то один вагон и в паровоз. И покататься над резинкой. Ну, а точнее, это передвижная дизельная электростанция. Ну, а теперь я всю экспозицию вам снимаю с высоты. Я снимаю с маневрового ЧМЭ-3. Тоже, которым их полным-полно у нас в Беларуси. Собственно говоря, вот он. Тоже так посмотреть можно только так со стороны, знаешь что, здесь был помощник машиниста, а там уже сам машинист, потому что мы видим там рукоятки для тормоза и для передачи скорости. Кстати, мне еще, например, нравится вот, что экспозиция железнодорожной техники находится и с железнодорожными путями. Я еще, наверное, это вам уже говорил, что можно и поснимать современный состав, и поснимать то, что использовалось там в 19-20 веках. Ну, а мы с вами идем теперь в более старинные экспозиции. Мы идем с вами теперь посмотреть, посмотрим на паровозы. КОНЕЦ. 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 Путь и измеритель А, это пути и измеритель Я думал, это обычный такой вагон пласткарта или купе А это пути и измеритель Также здесь пост Имеется пост дежурного по переезду И такой вот шлагбаум Который, к сожалению, нельзя пустить Он такой натянок, вот видите, на тросе Который, ну, невозможно его опустить Ну, а мы с вами идем на паровозы Ну, наконец-то мы с вами зайдем Уже наконец-то внутрь Это мы зайдем с вами в паровоз М733-87 Итак, пройдемся с вами В общем, что-то типа наподобие такого И в Бресте можно зайти Тут сидел машинист И управлял Кстати, рукоятки даже работают Также здесь можно и открыть эти двери И эта вот часть здесь Когда-то здесь хранился уголь И вот этот уголь Его бросали сюда в люк И так уж легко его открыть И все, лопаты так Забрасывали туда весь уголь И из-за этого паровоз уже ехал Но также здесь всякие экраны, которые можно покрутить Честно говоря, я не очень разбираюсь в паровозах Я больше на тепловозах Спец Вот это Нет, это не закрывается Ну и манометр, оказывающий давление Давай, угля побольше! Давай, давай, давай! Смотрите, а сюда можно даже выйти на эту платформу И выйти сюда И вот так, прикиньте, машинист Или помощник машиниста мог выйти И так вот Ты едешь так вот с ветерком Хотя им не до этого, наверное, было Ну и вот здесь прям Жемчужина для тех, кто хочет поснимать Современный железнодорожный состав Как мы видим, он десятка стоит Чемеха Дальше электричка Р-9 Ну и тут недавно был даже и Штадлер Ну для Барановичей это Это частое явление Потому что здесь ходят Баранович и Минц Баранович и Витебс ходят Эти бизнес-классы Причем даже и пригородные поезда Ну, кстати, смотрите Даже рельсы здесь на железобетонных шпалах Ну, причем они, конечно, бэушные Я даже поражен, что они даже тут не на деревянных А сейчас мы типа вот здесь Вот эти паровозы находятся Мы типа идем как на платформе И сейчас вот типа могут Внимание, внимание Поезд региональных линий эконом-класса Сообщения в Гродно-Баранович И прибывают на первый путь Ну а теперь мы с вами зайдем в кабину В кабину теплового паровоза ЭУ-679-14 Пойдемте Ой, как тяжело сюда сбираться Ну что ж В принципе Принцип работы здесь такой же Так же открывается Топка Здесь уже, кстати, открыты Двери для этого Ну, я думаю, их тоже можно закрыть Вот Обычные те же рукоятки Для тормоза Кстати, правда, их тут Немножко их тут не сохранились В принципе, здесь немножко сохранность поменьше Чем в том Пора Давайте закроем Чтобы было в первозданном виде Ну и также, наверное, сюда можно зайти Нет, нельзя Нельзя зайти Там на путь На путике таком Завязано И покидаем этот вагон через угольный отсек Поехали дальше Ну и в таких вагонах перевозились грузы В военное время Военнослужащих также перевозили Ну и обычных пассажиров Ну, а, к сожалению, он тоже, к сожалению, закрыт Вон на замке Не попадем Пока что попали только с вами два паровоза Говорят, что еще какой-то вагон можем попасть Посмотрим Также в музее есть вот такой семафор Это семафор А не светофор Как некоторые люди путают Ну, а для любителей Подышать свежим воздухом Даже есть здесь сосенки Во второй части экспозиции Ну, а здесь также В этой части показаны тележки Вот, например, СМВ Бесчелюстная На подшипниках качения Ну, а здесь также показаны Разные краны Строительные А вот, кстати, еще одна дрезинка На которой можно Ну, там немножко можно проехаться Вот где те, вон, господа школяры Вон там ее возят Ну что, я думаю, мы будем с вами Идти уже к выходу Ну, а заканчиваем мы Обзор музея железнодорожной техники У помещения дежурного по станции И на этом видео Первое видео про Барановичи А именно по музею железнодорожной техники Оно заканчивается А обзор самого города Барановичи Выдем через неделю 11 октября Ну, а с вас лайк Подписка И, главное Колокольчик Всем удачи Берегите себя Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok